До выборов в региональное ЗАГС Собрание Гордумы осталось чуть больше недели. Уже 13 сентября станет ясно, кому из кандидатов отдают предпочтение граждане и определится состав парламентов в некоторых регионах. Алексей Нечаев, лидер новых людей, проанализировал результаты соцопроса граждан в разных регионах. С момента регистрации партии рейтинг узнаваемости и доверия серьезно вырос. Мы видим, что наша партия поддерживает люди самых разных возрастов, но, конечно, если там, например, запрос на обновление у людей пенсионного возраста, то у 20% людей, то у молодых это и 49, и 42%, то есть это почти половина людей в этом возрасте. Им жить, и, конечно, им важно из этой псевдо-стабильности выйти в зону развития. Такое положение дел во многом объясняется тем, что новые люди, не ожидая выборов и результатов, уже приступили к делам. Сегодня на пресс-конференции презентовали один из главных идеологических проектов партии «Новая АК». Суть в оживлении водной артерии, территории вдоль Аки и создании туристического кластера на территории от Рыбного до Касимова протяженностью полтысячи километров. Территория должна жить в каждый момент времени, все время, как-то, да, это социальная активность. Вот у нас есть один год за год мы делаем там три точки, возможно, какой-то цепь этих точек для неорганизованного туризма, который обслуживают там люди, живущие в тех или иных населенных пунктах. Это уже хорошо, мы показываем, как это живет уже сейчас. Проект не только возродит национальную самоидентификацию, вернув людей к истокам, когда жизнь была сосредоточена вокруг течения реки, но и обеспечит занятость десятков, сотен и даже тысяч жителей сельской местности региона, а со временем решит очень остро стоящий ныне экологический вопрос заиливания и заболачивания Аки. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».